Человек деликатный, он всегда уступит место пожилому человеку, он откроет дверь женщине и он на дороге будет себя вести так, что не будет нагло куда-то лезть, переть и так далее. У нас беспардонное хамство стало расцветать в обществе, к сожалению. И право сильного, если ты можешь оттолкнуть, ты можешь пройти, ни на кого не оглядываться. Мне очень всегда обидно, когда скорая помощь, вот она стоит, 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 мигает, мигает, и какой-нибудь вот упертый какой-нибудь парень 18-летний, который весь из себя навлатыканный, крутой на Мерседесе, он не пропускает, а ведь в конце концов в этой скорой помощи может окажаться твой младший брат или твоя мама или бабушка, которые едут в реанимацию. Мы должны понимать, что вот это и есть слепок общества, базирующийся на хамстве, вседозвольности, отсутствии любых самоограничений и самодисциплины. Не видели никогда ничего слаще пряника, вдруг стали ездить на дорогущих джипах и все можно. Это же люди, не упавшие с луны и не присланные к нам из какого-то другого континента или из другой страны. Это наши родные люди, которых мы, как общество, воспитали, научили, вскормили, и теперь они находятся на тех или иных руководящих постах. То есть на самом деле это мы и есть. Вообще, когда тебя просто подрезает чиновник и там еще и убегает охрана, у меня просто был такой случай, и там начинают меня там пальцеверем, сейчас у вас будут проблемы, вообще вы вообще знаете кто это, простите, мне чуть не разбили машину, то, конечно же, становится как-то горько, ты ощущаешь себя всего лишь маленьким-маленьким человеком. Кроме тебя, еще миллионы людей ездят по этой дороге, и они, в общем, имеют точно такие же права, как и ты. Просто нужно уважать людей и любить людей, и все будет нормально, в том числе на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова